Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Лето началось. Туристический сезон, уже сезон, можно сказать, в разгаре. Поэтому поговорим сегодня в качестве основной темы, выбрана тема развития автомобильного туризма в России. Но прежде чем мы начнём обсуждать заявленную основную тему, несколько текущих вопросов. И один из них – это ход посевной кампании. У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая. Это примерно 1,2%. Оксана Николаевна, как ситуация выглядит на сегодняшний день? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в настоящее время посевная кампания в стране подходит к завершению. По состоянию на 4 июня яровыми культурами засеяло почти 50 миллионов гектаров, это 90% от запланированных площадей. В текущем сезоне в связи с непростыми погодными условиями наблюдается незначительное отставание антемпов сева. Примерно 2-3 дня мы отстаём, но к 10 июня должны закончить весь сев. В целом общая посевная площадь на этот год с учётом озимых и яровых увеличена на 300 тысяч гектар, и это составит 84,5 миллионов гектар. Через неделю часть регионов Юга и Северного Кавказа уже планирует выйти на уборку нового урожая. Отдельно остановлюсь на обеспеченности аграриев ресурсами и средствами производства. Потребность в семенах у нас полностью закрыта. При этом в текущем году приоритет был, безусловно, отдан отечественной селекции. Ситуация с наличием средств защиты растений в регионах остаётся стабильной. Благодаря принятым системным мерам приобретение минеральных удобрений идёт в штатном режиме. С начала года аграрий закупили уже 2,8 миллиона тонн, это на 74 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Для закупки сельхозтехники продолжают действовать льготные программы Росагролизинга. Компания поставила уже порядка 8 тысяч единиц. Также совместно с Минпромторгом России реализуем план приобретения основных видов техники. Что касается ГСМ, то цены сейчас ниже, чем в период пикового роста в сентябре прошлого года. Информации о дефиците топлива и перебоях в его поставках из регионов не поступало. Здесь находимся в постоянном контроле с Минэнерго и ФАСом по этому вопросу. Уважаемый Владимир Владимирович, обеспеченность аграриев основными ресурсами у нас на особом контроле. Уделяем пристальное внимание этому в рамках оперативного штаба и в рамках выездных совещаний. СБФ не допускаем. Как вы отметили, этот год у нас выдался непростым. В 21 регионе действительно у нас были неблагоприятные погодные условия. Возвратные заморозки затронули Центральную Россию, Поволжье Юг и Луганскую Народную Республику и привели к гибели более миллиона гектар посевов. Это порядка 1,2% всей площади. Отмечу, что в настоящее время подавляющая часть уже этих площадей пересеяна. Еще порядка 700 тысяч гектар у нас пострадало, из которых 600 тысяч – это зерновые. На этих площадях будет снижение урожайности. Также у нас повреждено более 13,5 тысяч гектаров многолетних плодовых и ягодных насаждений. В результате этой ситуации 11 регионов на своем уровне ввели режим чрезвычайной ситуации. Учитывая масштабы ущерба, по ряду из них Минсельхозам инициирован вопрос введения федерального режима ЧАЭС. С самого начала мы находимся в постоянном контакте с органами власти, субъектов, аграриями, а также страховыми компаниями, которые сейчас активно работают на поля, актируя ущерб. В оперативном режиме решается вопрос этих выплат. По информации страховщиков, сроки составляют не более 10 дней с момента обращения предприятия. По состоянию на текущую дату объем страховых выплат составил уже 600 миллионов рублей. Уважаемые коллеги, дальше обозначу предварительные прогнозы производства. Несмотря на все сложности, которые я обозначила, мы сохраняем свои ожидания по урожаю на зерновых на уровне 132 миллиона тонн и масличных на уровне 28 миллионов тонн. Этого объема будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка и сохранения значительного экспортного потенциала как по сырью, так и по продуктам переработки. Отдельно отмечу, что экспорт зерновых в предстоящем сезоне ожидаем на уровне 60 миллионов тонн. По сахарной свекле планируем произвести 45,5 миллионов тонн, картофеля в организованном секторе 7,3 миллиона тонн и овощей в организованном секторе 7,4 миллиона тонн. То есть здесь идем по плану, ситуация с погодой нас не затронула. Отдельно скажу, что по урожаю кормовых культур, с учетом переходящих остатков, полностью мы обеспечим потребности своих животноводов, что станет базой для дальнейшего развития отрасли. Уважаемый Владимир Владимирович, указанные результаты по основным направлениям растеневодства позволят сохранить стабильную ситуацию по всей цепочке производства и не допускать резких ценовых колебаний на рынке. Продовольственная безопасность страны, безусловно, будет обеспечена. Доклад закончен, спасибо. В связи с заморозками мы без яблок не останемся. Сколько по яблок мы закрываем потребностей рынка? Да, по яблокам в прошлом году... Поставке дополнительного объема яблок заранее начали это делать, чтобы никак не повлияла эта ситуация с заморозками на ценовую ситуацию. Соответственно, у нас есть текущие страны, это Азербайджан, Белоруссия, Сербия, из которых мы поставляем объемы. Можем немного увеличиться из них, но и, соответственно, в запасе у нас есть, безусловно, Иран и Турция, которые производят большой объем яблок. И здесь мы начали обсуждать с коллегами дополнительные поставки на территорию России яблок в соответствующий сезон. Но, тем не менее, здесь хотела отметить, что мы посмотрим, может быть, южные регионы добавят все-таки объемы по яблокам в этом сезоне и будем считать ту дельту, которая необходима нам для обеспечения внутреннего рынка. Но делать это, безусловно, будем заранее. Все-таки еще раз скажите, пожалуйста, какие дополнительные меры поддержки? Как у вас производители планируют? В принципе, основная мера поддержки, которая у нас предусмотрена в рамках вот таких плохих погодных условий, это сельхозстрахование. По 5 миллиардов в год у нас выделяется на сельхозстрахование ежегодно. В этом году застраховали мы порядка 14% всех наших площадей. Достаточно много площадей попало как раз из-за вот этих вот засеянных, попало как раз в эту неприятную погодную ситуацию в Замбурске и по которым будут сейчас вестись страховые выплаты. Со страховыми компаниями активно очень работаем, чтобы все, кто должен получить свои страховые выплаты, их получили своевременно в полном объеме. У нас, спасибо большое, у нас в нашей работе принимает участие губернатор Липецкой области Артамонов Игорь Георгиевич. Игорь Георгиевич, как вот со стороны регионов смотрится ситуация сегодня? Владимир Георгиевич, добрый день, добрый день, уважаемые коллеги. Агропромышленный комплекс Липецкой области является одним из лидеров по многим направлениям. Активно привлекаются инвестиции в сельское хозяйство, растут объемы производства. В 2023 году мы вошли в топ-10 регионов-экспортеров и в топ-5 плодово-ягодных регионов, которые производят плодово-ягодную продукцию. В текущем году общая посевная площадь 1,4 миллиона гектар, в том числе 340 тысяч гектар озимых культур. Яровой сев шел нормально, но майские, конечно, заморозки привели к гибели сельхозкультур на площади 44 тысячи гектар. Из которых, что страшно, 3,1 тысячи гектар многолетние плодовые и ягодные насаждения. Было принято решение ввести ЧАЭС регионального уровня. Большинство пострадавших хозяйств имели страховой фонд семян погибшей сельхозкультуры, были оперативно пересеян. Часть площадей застрахована, на текущий момент идет возвещение страховыми компаниями ущерба. По плодово-ягодным ситуация намного более серьезная. Сады и ягодники существенно пострадали. В прошлом году мы собрали рекордный для области урожай, более 80 тысяч тонн. А в этом году планируют существенное учение, поскольку в последние годы более 20 миллиардов инвестиций в отрасль было привлечено. Но, к сожалению, есть четкое понимание, что потеряли более 60% урожая. По предварительной оценке совокупная сумма ущерба, фактически понесенные затраты по сельхозам региона, в результате сложившейся ЧАЭС составляет 3 миллиарда рублей. 2 миллиарда приходится на плодово-ягодные насаждения. Отдельно хотелось бы поблагодарить Минсельхоз за то, что инициировал введение режима ЧАЭС федерального уровня. Это позволит нашим аграриям более оперативно отработать все возникающие вопросы со страховками. В то же время, Владимир Владимирович, предлагали бы рассмотреть возможность оказать дополнительных мер государственной поддержки плодово-ягодной продукции, пострадавшей от ЧАЭС. Это позволит сохранить наше хозяйство и в следующем году получить хороший урожай. Доклад закончен. Хорошо. В постоянном контакте обязательно нужно быть с Министерством Оксаны Николаевны. Надеюсь, что своевременно будут приняты все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту. Вы ничего не затягиваете, чтобы не привело к каким-то скачкам цен на внутреннем рынке. А вообще-то у нас, вы мне все-таки не ответили, мы сколько собственным производством закрываем яблочную эту тему? Мы сколько сами-то производим в процентном отношении к рынку? Да, Владимир Владимирович, у нас общее производство плодов сейчас порядка 44%. По доктрине, по показателям доктрины, пороговое значение 60, его мы должны достигнуть к 30-му году. То есть есть над чем работать здесь? Безусловно. Ну, надо условия создавать соответствующие. Надо с экономическим блоком правительства поработать, с Минфином как следует. Условия создавать нужно. Может, и быстрее инвестиции пойдут. У нас же есть для этого все условия. Тем более, ну, яблоневые сады не можно насадить. Понятно, что они должны вырасти, но достаточно быстро же растут все. Главное, экономические условия создать. Подумайте еще над этим. Посоветуйте с коллегами. Ну, к 30-му году. Что мы до 30-го года тянули? Мне кажется, быстрее все можно сделать. Ну, хорошо. Мы еще с Митой Николаевичем поговорим на этот счет. Хорошо, ладно. Спасибо большое. Теперь по поводу летнего отдыха. Сергей Сергеевич, летний отдых детей. Два слова скажите, пожалуйста, о том, как проходят экзамены. ЕГЭ у нас есть новизна в этом году. Можно пересдавать некоторые экзамены. Что здесь происходит в этой сфере? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, если позволите, начну с единого государственного экзамена. Уже прошло 8 экзаменов, в том числе сегодня по обществознанию и физике. В целом экзамен сдают 700 тысяч выпускников во всех 89 регионах нашей страны, в том числе за рубежом, в 77 странах. Безусловный приоритет, уважаемый Владимир Владимирович, это безопасность наших детей. Поэтому вместе с МВД, Рособорнадзором мы оборудовали все пункты и рамками, и металлодетекторами. Везде обязательно присутствует медицинский работник, если нужно, готовы помочь педагоги-психологи. А также открыты специальные горячие линии. Действует система видеонаблюдения. В целом, уважаемый Владимир Владимирович, ЕГЭ проходит штатно. Нам помогают более 40 тысяч общественных наблюдателей. Важно сказать по поводу содержания экзамена. Мы исключили тестовую часть, добавили задания на применение предметных знаний, на рассуждение, аргументацию, логику. В части истории большое внимание уделили вопросам развития российской государственности, выдающимся людям, примерам воинского героизма. И с учетом нового учебника по истории для 10-11 классов, материалы экзамена в этом году включили факты уже из новейшей истории нашей страны, в том числе связанные со специальной военной операцией. Владимир Владимирович, Вы ставили задачу повышать популярность физики. Мы над этим работаем. Год назад физику выбрали менее 16%, в этом году чуть более 16-16,5%. Поэтому такая уже позитивная тенденция здесь намечается и дальше в этом направлении будем работать. Отдельно хочу сказать о наших приграничных регионах, о Донбассе и Новороссии. Здесь проходит экзамен в форме государственно-выпускного экзамена или промежуточной аттестации. Кто хочет, могут сдавать единый государственный экзамен. Порядка 40% ребят из новых регионов такой возможностью воспользовались. И мы установили аналогичные правила для Белгородской, Брянской и Курской областей, для ряда школ, которые находятся в фронтовой зоне. Что касается, уважаемый Владимир Владимирович, вопрос пересдачи ЕГЭ, то это Ваше предложение, которое Вы озвучили в послании, очень позитивно воспринято. Мы этот вопрос оперативно проработали. И такие даты 4-5 июля уже в расписании внесены. Ребята могут воспользоваться этим правом. И мы обработаем результаты максимально быстро, в течение недели постараемся, чтобы до завершения подачи документов в ВУЗы ребята успели спокойно подать документы до 20 июля. И еще одно Ваше поручение. В послании Вы говорили о том, чтобы содержание экзаменов соответствовало школьным программам. В следующем году этот вопрос будет решен, потому что у нас введено единое содержание образования, единые программы, а раньше фактически каждая школа работала по своей программе. Когда мы ввели единые программы для школ, мы их соотнесем с теми результатами, которые спрашиваем на едином государственном экзамене. И в следующем году этот вопрос будет решен. И вот буквально только что поступили первые результаты экзаменов по химии, географии. Мы видим, что химию в этом году сдавало на 7 тысяч школьников больше. И радует то, что стало больше 100 бальников. В прошлом году их было 805, в этом году 998. И по географии тоже количество 100 бальников увеличилось, 76 до 113. И тезисно по поводу детской оздоровительной кампании. Здесь также у нас приоритет безопасность детской оздоровительной кампании. Мы 20 мая совместно с МЧС и Росгвардией провели всероссийские учения. Отработали все действия при чрезвычайных происшествиях. А также тему антитеррористической безопасности обсудили на уроках разговора о важном. У нас работает федеральная горячая линия по детскому отдыху. Также во всех регионах работают горячие линии для оперативной связи с родителями по всем вопросам. У нас организован отдых для 5 миллионов 300 тысяч детей. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. 39 тысяч лагерей будет задействовано в летней оздоровительной кампании. И в этом году общий объем 76 миллиардов рублей. Это на 8 миллиардов больше, чем в прошлом году. То есть вообще мы видим развитие системы детского отдыха. Отдельно, уважаемый Владимир Владимирович, хочу сказать по поводу регионов, где прошли масштабные паводки. Вы об этом говорили, давали поручения. Мы все отработали. И по Оренбургу у нас 5,5 тысяч детей. 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Краснодарском крае и Крыму. Уже первые заезды состоялись. Из резервного фонда необходимые средства выделены. Поэтому здесь все организовано. Также мы подключили наши федеральные центры. Дополнительно выделили 2,5 тысяч путевок детям из пострадавших от потопления паводков. Это и Курганы, Якутия, Омска. Отдельно под контролем отдых ребят из Донбасса и Новороссии. Это более 48 тысяч ребят. А также детей наших защитников, героев специальной военной операции. Это порядка 115 тысяч детей. Они у нас тоже на контроле, чтобы здесь все было максимально качественно. Отрабатываем содержательную сторону наполнения программ отдыха. У нас будут тематические смены, в том числе посвященные году семьи, юбилею Пушкина, освобождение Ленинграда и Севастополя от фашистских захватчиков, профильные смены совместно с Движением первых. В этом году мы организовываем просветительские проекты с обществом знания и показ советских и отечественных хороших фильмов совместно с Министерством культуры в наших детских лагерях и центрах. Также мы утвердили на уровне правительства межведомственный комплексный план поддержки вожатых. И в этом году более 66 тысяч вожатых будут задействованы в детской оздоровительной компании. И по поводу наших детских федеральных центров, уважаемый Владимир Владимирович, мы открыли в прошлом году Корсунь, филиал Артека. Очень востребовано. Уже более 20 тысяч детей посетили Херсонес-Таврический. И эту работу мы продолжим. И у нас 1 июня открыт филиал Артека в Бердянске, в Красной Гвоздика. Вообще этот лагерь был разрушен полностью. Мы его восстановили максимально, направили туда вожатых. И уже 1 июня ребята приехали, и порядка тысячи детей в этом году отдохнут в Красной Гвоздике. Также в следующем году наш флагман Артек отмечает 100-летие. Согласно вашему указу ведется работа, будут организованы соответствующие мероприятия, яркие, торжественные. Уважаемые коллеги, приглашаю всех принять участие. И, конечно, будем очень рады, если вы, уважаемый Владимир Владимирович, найдете возможность приехать и лично поздравить Артек с вековым юбилеем. Спасибо. Сергей Сергеевич, мы договаривались, что отдых будет детей обеспечен не только количественно, но и качественно. Действительно, плюс 8 миллиардов в этом году. Есть, конечно, инфляция, на этом мы тоже должны иметь в виду, но вот вы сами сказали о том, что количество детей, которые смогут отдохнуть, увеличивается. Про качество, не забывайте, про безопасность. Вы всё сказали, только надо, чтобы на практике это всё было реализовано. Татьяна Алексеевна, мы с вами разговаривали некоторое время назад о том, чтобы обратить особое внимание на летний отдых детей из приграничных регионов и из Новороссии. Сергей Сергеевич упомянул об этом, но, надеюсь, в реальной жизни именно это всё и происходит. Татьяна Алексеевна. Да, Владимир Владимирович, так и происходит. Более того, по вашему поручению мы выделили дополнительные финансовые ресурсы Белгородской области и Оренбургской области. Вы давали тоже соответствующее поручение, поскольку там пострадали летние оздоровительные лагеря Оренбургской области и с Минфином договорились, финансовые ресурсы выделили. На контроле держим ситуацию по приграничным территориям и оказываем коллегам необходимую помощь. И здесь необходимую помощь оказывают и все регионы страны, за что им тоже огромное спасибо. Они выделяют и места, и финансово оказывают содействие. Татьяна Алексеевна, проверьте, пожалуйста, сами, ладно? Что происходит в реальной жизни? Хорошо, ладно. Коллегам из регионов, которые подключаются к этой работе, большое спасибо. Спасибо. И еще один вопрос. Я просил ОНФ подключиться к работе по анализу тех обращений, с которыми обратились граждане в ходе прямой линии в 2023 году. Такая работа проведена. Я попросил бы Михаила Михайловича Кузнецова коротенько, но все-таки сказать об этом, имея в виду, что нам все вместе нужно над этим работать. Ведь граждане обращаются для того, чтобы их вопросы были решены, а не просто лежали где-то под стопном. Всем нам, в том числе и правительству, очень полезно знать, с чем же люди обращаются в первую очередь, что их волнует. Пожалуйста, Михаил Михайлович. Уважаемый Владимир Владимирович, Народный фронт, начиная с 2019 года, следит за исполнением органами власти сообщений. Поступируем на вашу прямую линию. Из 3 миллионов обращений 2023 года по 520 тысячам дан ответ, 827 тысяч в отработке у региональных органов власти и 690 тысяч на выходе уже у конкретного исполнителя. Ждем по ним решения. 16 тысяч представителей региональных и федеральных органов власти находятся в системе, также госкорпораций, видят свои обращения и работают с ними. Еженедельно все региональные отделения Народного фронта выезжают к людям, к заявителям, уточняют проблемы и оказывают посильную помощь. Лучшие регионы по количеству решенных проблем это Хакасия, Архангельская область, Красноярский край. Нужно активизировать работу в Тверской области, Алтайском крае и Республике Тыва. Из федеральных органов власти лучше всего отрабатывают Министерство Дальнего Востока, Фонд пенсионного и социального страхования, Министерство культуры и служба судебных приставов. Нужно обратить внимание Центробанка Росприроднадзора. Также хотел бы отметить активную работу РЖД, Почты России и Россетей. Они отрабатывают свои обращения очень качественно. Мы проводим выборочную проверку, помеченных в системе как решенные. Сейчас 41% заявителей удовлетворены результатом. Это больше, чем в 2021 году, но мы понимаем, что не каждый вопрос может быть решен моментально. Тем не менее продолжим следить за динамикой и удовлетворенностью обратившихся. Уважаемый Владимир Владимирович, остановлюсь на проблемах, которые позволило выявить Ваша прямая линия. Приоритетное внимание мы уделяем обращениям участников специальной военной операции и членов их семей. Есть обращения, когда в случае смерти супруги, мобилизованного или контрактника, у которого есть несовершеннолетние дети, не получается уволиться с военной службы. Это не носит массовый характер, но тема очень эмоциональная. В процессе подготовки к сегодняшнему докладу были на совещании у министра обороны, разобрались, что есть достаточный объем юридических оснований для увольнения, но бывают случаи, когда этого не происходит. Убежден, что это решаемо. Вторая проблема из этой же категории стоит в том, что для предоставления региональных льгот родственникам участников специальной военной операции необходимо обращаться за подтверждающими справками в воинские части. Зачастую получение такой справки растягивается на месяцы, по понятным причинам, в течение которых семья не может получить положенную льготу. Предлагаем перенести такое подтверждение на межведомственный уровень, сделать его автоматически. Безусловно, важно учесть все меры безопасности, связанные с персональными данными наших бойцов. Обсуждали этот вопрос в Министерстве обороны. Андрей Рымович предложил алгоритм и поставил сроки, в которые проблема должна быть решена. Третья проблема. Семьи военнослужащих получают различные льготы на детей, в том числе оплату детского садика и бесплатное питание во всех классах. У нас есть примеры, когда после смерти бойца эти льготы прекращаются. Формально это в рамках закона. Понятно также, что все льготы сохранить невозможно, но если человек отдал жизнь за родину, то его ребенок не должен чувствовать себя брошенным, просто по-человечески. Просьба поддержать наше обращение к губернаторам, внимательно и бережно относиться к таким трагическим случаям. К другим вопросам при мудрении здравоохранения. Льготники, Владимир Владимирович, сталкиваются с отказами аптечных работников в постановке рецептов на срочное обслуживание. В 2022 году был отменен соответствующий приказ Минздрава и предполагалось, что все проблемы решит информационная система. Однако, по данным наших опросов, которые мы проводим под началом Михаиловича Рошаля, из 3000 льготников 30% говорят нам про отсутствие необходимого лекарства и невозможность поставить его на отложенное обслуживание. И 49% про отказ врача выписывать рецепт из-за того, что лекарственного препарата нет в наличии. То есть система показывает, что его нет в наличии и, соответственно, врач его не выписывает. Мы прорабатывали вопрос с Минздравом и предлагаем дать возможность льготникам пользоваться отсроченным обслуживанием в аптеках с учетом реального времени, необходимого на закупку в том числе редких препаратов. Раньше этот срок был 10 дней, соответственно, действительно регионам иногда нужно больше времени для того, чтобы он появлялся. Но людям крайне важно, придя в аптеку, иметь возможность поставить галочку, чтобы их потом проинформировали о том, когда препарат там появится. Социальное обеспечение. Инвалиды сталкиваются с длительными сроками зачислением средств на уже выданные электронные сертификаты для приобретения ТСР. Сертификат есть, а денег на нем нет. Эта проблема была очень актуальна в прошлом году, но к концу года Минтрут ее решил. Сейчас она опять обострилась. Мы обсуждали с министром, в министерстве есть внутренние резервы, которые они планируют передвинуть на решение этой задачи. Считаем ее очень важной. Много обращений по различным проблемам специального профессионального образования, СПО. Пока мы разбирались с ними, выяснили, что у предприятий ВПК есть юридические ограничения по софинансированию участия в проекте профессионалитет. Они не могут распоряжаться своей прибылью по этим направлениям, который как раз и создан с целью подготовки специалистов в интересах предприятий. Мы обсуждали это на нашей образовательной площадке в Сириусе, Светлана Владимировна Шмелевой. Есть предложение либо отменить обязательное софинансирование для предприятий ВПК, потому что они могут быть планово убыточными, либо поменять регуляторику и позволить им полноценно участвовать в этом проекте. Создание условий для вовлечения людей в спорт и здоровый образ жизни. В связи с требованием федерального законодательства организации, реализующие программы спортивной подготовки, должны были получить образовательную лицензию не позднее 1 сентября 2023 года. Часть спортивных клубов, в том числе открытых именитыми спортсменами, продолжили работать без лицензии, что возможно в соответствии с законодательством. Такие клубы осуществляют не спортивную подготовку, а оказывают физкультурно-оздоровительные услуги. При этом теперь тренирующиеся в них не могут участвовать в большинстве соревнований и имеют проблемы с получением подтверждения спортивных разрядов. Несложная, мне кажется, регуляторная история. Предлагаем распространить механизм государственной аккредитации Минспорта на спортивные клубы, их объединения и другие организации. Это позволит осуществлять спортивную подготовку и снимет ограничения на участие в соревнованиях. Еще один важный вопрос, касающийся мотивации людей к занятиям спортом. В Госдуму правительством внесем законопроект о вычетах по НДФЛ на сдачу нормативов ГТО и прохождении диспансеризации. На данный момент предложенная сумма, из которой делается вычет 13%, должна составлять 6 тысяч рублей в год. Это значит по 780 рублей на человека. Возможно, такая сумма не станет достаточно эффективным инструментом мотивации. Также, Владимир Владимирович, мы мониторим ремонт и строительство социальных объектов, по которым есть обращение на прямую линию о затягивании сроков сдачи, так называемый долгострой. Могу привести несколько примеров, не называя регионы. С 2016 года, после обращения на вашу прямую линию, в одном из субъектов начался ремонт Дворца культуры в 2016 году. На сегодняшний день выполнена только половина работ. Люди продолжали обращаться на прямую линию в 2021 и в 2023 годах. С 2006 года в одном из регионов ЦФО идет строительство многопрофильного медцентра на базе областной больницы. Уже 17 лет люди следят за долгостроем. И даже дали ему народное название – «Титаник». В одном из уральских регионов с 2010 года идет строительство Центральной окружной больницы. Сроки завершения проекта неоднократно переносились. Официально строительная готовность объекта – 99%. Вместе с тем, по данным нашего регионального отделения, реальная готовность ниже. И сроки завершения людям пока не говорят. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за возможность сделать этот промежуточный доклад. В решении вопросов, поступивших на вашу прямую линию, мы продолжаем нашу работу. Это очень важно. Я вас прошу эту работу закончить, а потом вместе с администрацией, вместе с правительством проработать по каждому пункту. Это объемная, большая и небесполезная, очень важная работа. Потому что это и есть та самая обратная связь, о которой мы все время говорим. Вот, тем не менее, на некоторые вопросы хотел бы обратить внимание, вернее, коллег послушать, скажем, по здравоохранению. Михаил Альбертович. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги. То, что касается постановки рецептов на отсроченное обеспечение, действительно, раньше действовала норма 10 дней. Потом при издании нового приказа рабочая группа совместно с представителями аптечных организаций попросили этот срок убрать. Убрать нового рецепта на отсрочку ставится. Здесь, видимо, есть право нарушения. Мы дадим поручение надзорному ведомству, чтобы они посмотрели. Ну и в приказ мы с Михаилом Михайловичем уже проговаривали. Сейчас подготовили, внесем норму по возврату все-таки срока с учетом закупочной процедуры 44-го федерального закона. И до 30 дней, конечно, это надо делать, потому что люди должны получать. Но это в основном сталкиваемся с теми ситуациями, когда препараты не являются широко используемыми, по ним преимущественно. Поэтому обязательно этот вопрос отработаем и сделаем. Михаил Михайлович тут абсолютно прав. Я очень признателен Народному фронту. И было упомянуто по строительству хорошая больница, красивая, действительно, практически готовность. Там пусконаладка, основное оборудование поставлено. Мы взяли на контроль по лицензированию. Я думаю, что в ближайший месяц-полтора все это завершится. Хорошо. Спасибо большое. Доработайте с Михаилом Михайловичем. Все вопросы, которые там звучат, ну, основные, конечно. Конечно, конечно. Безусловно, здоровье людей, здоровье нации тесно связано, как мы знаем, с занятием физической культуры и спортом. У нас сейчас вот Михаил Владимирович подскажет, сколько у нас сейчас занимается постоянно физическая культура и спорта. И на какую цифру мы должны выйти в ближайшие годы. Но вот что касается ограничений, о которых сказал Михаил Михайлович, ограничений занятия спортом, у нас, к сожалению, еще их достаточно, но, на мой взгляд, на первый план выходит главное. А главное заключается в том, что мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вот что происходит. Вытягивание денег из российских семей. Вот на это надо обратить внимание. В том числе и на то, как работает закон о спорте. Мы должны понимать, что люди с небольшими доходами, семьи с небольшими доходами, не могут оплачивать на постоянной основе занятия физической культуры для своих детей. И нельзя делать вид, что мы этого не замечаем. Михаил Владимирович, пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, начну с процентов. Сегодня у нас 56% граждан занимаются регулярно физической активностью и спортом. А наша цель к 30-му году 70% граждан России и в 36-м году 76%. Для достижения этих целей разные меры государством по вашему поручению принимаются. Из того, что сказал Михаил Михайлович, полностью поддерживаю включение в поле зрения государства всех организаций, всех форм собственности, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги. И, конечно, включить в АКВЭД их нужно. В целях более эффективного регулирования, включить все физкультурно-спортивные организации, индивидуальных предпринимателей, это можно сделать наделением Минспорта контролирующими функциями, исключив заявительный порядок. Сегодня у нас в заявительном порядке организации сами решают, оказывают они услуги, являются они физкультурно-спортивными или нет. Здесь мы Народный фронт полностью поддержим. Это назревшая тема. Ну и, конечно, региональные органы власти, наше Министерство спорта, субъектов Российской Федерации тоже наделить полномочиями по лицензированию всех физкультурно-спортивных организаций, чтобы избежать травм и услуги, чтобы оказывались должным образом. По налоговому вычету депутатами Государственной Думы, по вашему поручению, был внесен законопроект, он принят. Действительно, маловато средств, Владимир Владимирович, я здесь разделяю мнение людей, которые на прямую линию обратились к вам, и мы готовим сейчас решение. Ну, во-первых, у нас нет никакой разницы сегодня в законодательстве между золотыми, серебряными и бронзовыми знаками ГТО, что, в общем говоря, нивелирует золотые, нужно вводить разные. Здесь налоговые вычеты, конечно, сумму увеличивать. Эту работу мы с Минфином и со всеми ведомствами продолжим. Если говорить в цифрах, то сегодня у нас работающих граждан, которые имеют знаки отличия комплекса ГТО, в России 752 700 человек. Вот если по сегодняшним нормам идти, то всего максимально 195 миллионов вычетов должно было выплачено быть. Но, мне кажется, маловато, и поэтому мы здесь с Народным фронтом солидарны, и с людьми надо больше. Доклад окончен, Владимир Владимирович. Хорошо, ладно. Мы ещё поговорим по всему комплексу, имея в виду то, о чём вы сейчас только что доложили. Нам нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей в стране занимались физической культурой и спортом. Как можно больше. Нужно для этого создавать условия. И все мероприятия, направленные на решение именно этой задачи, должны быть, безусловно, отфинансированы государством. Всё остальное – это дело творчества. Надо относиться к этому положительно и поддерживать всех, все спортивные организации. Но создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом – это наша, безусловно, абсолютная задача. На это прошу обратить внимание. Поговорим потом по этому ещё. Давайте перейдём к основной цели – это развитие автомобильного туризма. Пожалуйста, Решетников, Максим Геннадьевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, спрос на внутренний туризм продолжает расти. В прошлом году жители и гости страны совершили 83 миллиона турпоездок. Это на 20% больше, чем доковидный показатель. И в этом году ожидаем более 90 миллионов поездок. Активно развивается туристическая инфраструктура, гостиницы, курорты, пляжи, парки развлечений. Мы поддерживаем бизнес и регионы через национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Докладываем вам регулярно о результатах. Спасибо за вашу поддержку. Благодаря ей он постоянно развивается. Сейчас начался летний туристический сезон. Это лучшее время для автомобильного туризма. Он у нас занимает всё большую долю в путешествиях по стране. По данным опросов, за последние 5 лет путешествовали на машине 40% россиян. А в прошлом году совершено, согласно статистике, 26 миллионов туристических поездок на автомобилях. И к 2030 году мы ожидаем удвоения этой цифры. На это нацелена утвержденная правительством концепция развития автотуризма, которую разработали по вашему поручению. В её основе понятие «автомобильный маршрут», который увязывает воедино и дороги, и придорожный сервис, и кафе, и рестораны, и зоны отдыха с кемпингами, с глэмпингами, с гостиницами, видовые площадки, музеи, которые работают в удобное для автотуриста время, национальные парки, где создаются условия для отдыха с детьми, обеспечивается связь и интернет, и все удобства на протиследовании туриста. Реализовывать концепцию мы предлагаем на трёх временных горизонтах. Первое – это то, что необходимо сделать, что называется «прямо сейчас». Мы определили направления, по которым ездит больше всего туристов. Это примерно треть федеральных дорог, которые ведут к крупным городам и ключевым точкам притяжения. Из них для пилотирования нового подхода мы выбрали трассы от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, то есть трассы М11 и М12, и от Новороссийска до Вологды, то есть трассы М4 и М8. Они охватывают 18 крупных регионов, и по данным «Автодора», две трети всех легковых автомобилей направляются по этим дорогам к местам отдыха. Теперь с регионами формируем перечень конкретных автомобильных туристических маршрутов по этим дорогам, ну и, конечно, учитываем возможность заезда и к ближайшим крупным городам, и к интересным местам поблизости. Информацию о маршрутах мы размещаем на национальном туристическом портале «Путешествуем РФ», там сегодня уже данные о 35 автомаршрутах, и в июне добавляем еще 10 маршрутов, сейчас активно с регионами отрабатываем, там есть в том числе и межрегиональные маршруты. Сам национальный туристический портал станет единым информационным ресурсом для путешественников, который мы тоже создаем по вашему поручению. Развиваем его совместно с правительством Москвы. Мы будем использовать портал также для получения обратной связи от туристов. С учетом их предложений будем формировать региональные программы развития автотуризма на ближайшую трехлетку. Также к этой работе подключили Яндекс, он будет нам передавать на национальный портал все отзывы путешественников по автомаршрутам с привязкой к конкретным объектам. То есть у нас будет обратная связь по конкретному там объекту инфраструктуры, по конкретной дороге, какие нарекания у путешественников есть. Ну и конечно в этом году мы регионы просим самое пристальное внимание уделить таким базовым вопросам, а именно наличие нормальной навигации на дорогах, сконцентрироваться на своевременной уборке и надлежащем содержании площадок для отдыха, видовых мест, санитарных зон, ну и конечно вопросы освещения в ночное время и вопросы безопасности. Коллеги из Министерства культуры совместно с регионами синхронизируют работу музеев с учетом потребностей автотуризма. Есть также у нас еще и предложение по административным вопросам, в частности мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостинице по автомобильным правам. Сейчас к сожалению такой возможности нет, но предлагаем это решение принять, дать год на стыковку информационных баз и уже чтобы со следующего года, с середины такая возможность появилась. Теперь то, что нужно сделать в ближайшие два года. В привязке к турмаршрутам нужно привести в нормативное состояние дороги, если они где-то еще не сделаны, хотя скорее всего это будут проблемы у нас именно с муниципальными дорогами, потому что федеральные и региональные, как правило, в порядке. Это задача Минтранса, Росавтодора совместно с регионами. На самих дорогах по-прежнему есть зоны, где не обеспечивается устойчивая связь и интернет. Мы такие зоны тоже выявляем и вместе с Минтрансом отрабатываем. Потребуется поддержать и развитие туристической инфраструктуры и точек притяжения. Здесь, по вашему поручению, во всех национальных парках страны Минприроды предстоит создать инфраструктуру для экологического туризма, это площадки для отдыха, музеи, визит-центры, экологические тропы и туристические маршруты. В своем послании вы поручили выделить 30 миллиардов рублей на ближайшую шестилетку, на это и сейчас Минприроды готовит предложение. Со своей стороны мы поддержим создание новых кафе, торговых точек, модульных гостиниц и новых объектов показа как раз в зоне туристических маршрутов. И к этой работе мы привлекли корпорацию МСП РФ вместе со средствами еще и другого проекта по поддержке малого-среднего бизнеса. Эксперты помогут регионам и бизнесу сформировать проекты и привлечь финансирование. Также будем точечно и адресно сопровождать реализацию. Владимир Владимирович, сейчас регионы собирают все инициативы в рамках программ развития своих, которые мы поддерживаем через механизм единой туристической субсидии. В рамках предварительно одобренных лимитов нацпроекта на ближайшие трехлетку предусмотрено 28 миллиардов рублей. Мы предлагаем распределить их по регионам уже в этом году с тем, чтобы регионы понимали, что у них со следующего года появляются деньги и уже приступили к реализации этих мероприятий. В общем, деньги будут доступны в первом квартале, поэтому какие-то работы даже сейчас можно будет сделать. Это первое наше предложение. Второе предложение. Мы предлагаем также в этом году сейчас приступить к отбору на следующую трехлетку проектов по строительству модульных гостиниц. Это та программа, которая очень востребована регионами и которая позволяет недорого и быстро, и как раз там, где есть сложности с тяжелой инфраструктурой, там кемпинги, глэмпинги быстро развернуть. У нас по 5 миллиардов рублей в год предусмотрено, соответственно, мы предлагаем ближайшую трехлетку тоже сделать доступной для регионов. Ну и третий момент. Предлагаем направить на поддержку гостиниц и точек притяжения часть средств инфраструктурных бюджетных кредитов, а также нового этапа программы по списанию долгов регионов. Это вот то, что мы в том числе и на госсовете недавно обсуждали. То есть понимаем, что туризм – точка роста, это реальная экономика, и поэтому регионы тоже на это настраиваем. При этом есть и третий горизонт – это более долгосрочные задачи, но тоже которые решать надо сейчас и которыми мы занимаемся. Во-первых, нам предстоит создать полноценные многофункциональные зоны дорожного сервиса на туристических маршрутах, чтобы не просто была заправка закусочная, а чтобы туристу было где и заправиться, и поесть нормально, и принять душ при необходимости, и нормальные санитарные зоны должны быть, и купить товары в дорогу. Потребность в таких зонах мы определили вместе с Минтранцем, здесь надо отдать должное, коллеги занимаются давно этим вопросом. Сейчас таких зон у нас на территории страны насчитывается 440, с разным, конечно, уровнем сервиса, прямо скажем. Но нужно примерно столько же предстоит построить в ближайшие годы. Мы конкретные точки где-то уже определили, где-то определяем, готовим проекты, условия подключения, комплексности и так далее. Помимо зон дорожного сервиса, важно также обустраивать автодороги и площадками отдыха с санитарными модулями, в том числе и для обслуживания экскурсионных групп на автобусах, с тем, чтобы во время длительного пути можно было остановиться, передохнуть, размять ноги. Просим, будем просить регионы тоже включать такие площадки в свои программы, тоже нормативы подхода выработали. Второй крупный вопрос предстоит решить. Это вопрос с нехваткой туристических автобусов нормальный. У нас туристические автобусы, ну, как правило, импортные, еще и с большими, скажем так, сроками использования, то есть не новые. Всего нам нужно 3000 в год новых автобусов закупать, это запрос индустрии. Мы в ближайшие месяцы вместе с Минтрансом предлагаем разработать и утвердить программу развития производства отечественных автобусов. И предлагаем также включить туристические автобусы в льготную программу лизинга. Наши заводы готовы, ну, понятно, может быть, не на 100% локализовать в моменте, но готовы к долгосрочным программам и под это готовы брать на себя обязательства по локализации. Мы тоже ряд уже встреч вместе с Минпромторгом провели. Ну и третье, мы предлагаем учитывать фактор турмаршрутов еще и при ремонте и реконструкции федеральных дорог. И тоже вместе с Виталием Геннадьевичем эти вопросы отрабатываем совместно. Уважаемый Владимир Владимирович, в результате этих комплексных решений мы получим доступные, безопасные и комфортные для людей автомаршруты, чтобы в конечном итоге больше граждан самых разных возрастов, семьи с детьми и гости нашей страны выбирали все чаще именно этот вид путешествий. Прошу поддержать и подготовлен проект ваших поручений, который позволит нам ускорить реализацию всех этих инициатив. Спасибо. Ну а какие здесь проблемы с локализацией автобусов-то? По-моему, там и нет. Не знаю. Там Владимирович. Денис Валентинович, какие у нас проблемы-то? Да, уважаемый Владимир Владимирович, у нас несколько сейчас... Да, спасибо большое. Уважаемый Владимирович, несколько российских производителей сейчас работают над развитием модельного ряда. В первую очередь, это Волгобаз. В начале года уже сертифицировал модель, она называется «Серпантин». На компримированном природном газе, это 44 места, в рамках программы специальных казначейских кредитов 64 автобуса в феврале были уже закуплены, в частности, Ленинградской областью. Также в Волгобазе сертификация идёт марафоны, это 50 мест на дизельном и газовом топливе. Солерс, в рамках реализации спика, вы помните, у нас производились Мазды на Дальнем Востоке, сейчас они замещают это производство как раз экскурсионными автобусами. И в третьем квартале этого года производство автобусов вместительностью 55-53 человека, 12-метровые и 9-метровые. Проект будет реализован в кооперации с восточным партнёром. У группы «ГАЗ» есть свой автобус большого класса «Круиз» от 48 до 51 человека и под брендом «ЛиАЗ» рассчитывает предложить рынку в августе текущего года свой автобус. Прогнозный объём реализации в этом году 200 единиц. На первом этапе автобус тоже будет реализовываться с восточными партнёрами. То же самое касается линейки других моделей более меньшего размера у группы «ГАЗ». Поэтому готовы вместе с Минэкономразвития, с Минпромторгом и Минтрансом с точки зрения и маршрутов, и ГТЛК, лизинговой компании, отработать эту программу и обеспечить спрос на данный вид продукции с постепенной локализацией. Да, но только здесь в поручениях написано «Проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга». Ну что значит проработать вопрос? Его можно прорабатывать бесконечно, до 30-го года. Просто включить и всё? Ну конечно. Да. Конечно. Всё будет сделано. Да. Спасибо. Давайте посмотрим этот вопрос применительно к конкретному региону. Глеб Сергеевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Мы полностью поддерживаем комплексные предложения Минэкономразвития, которые сейчас были озвучены Максимом Геннадьевичем. Для регионов очень важно развивать новые направления внутреннего туризма и, естественно, используя потенциал автодорог. Нижегородская область в этом смысле такой показательный регион. Мы находимся на пересечении двух крупнейших международных транспортных коридоров – север-юг и запад-восток. И, конечно, здесь дополнительной возможностью для развития региона и, конечно, автотуризма стало открытие скоростного движения, скоростной трассы М-12 «Восток». По данным государственной компании «Автодор», за полгода по трассе было совершено более 10 миллионов поездок. Безусловно, проект стимулирует развитие туризма, в том числе знакового для региона паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеева-Саров». В рамках кластера проведена масштабная работа по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры. Мы ждали завершения строительства М-12, готовились. Спасибо огромное за поддержку правительству, которое было оказано. В частности, для автопутешественников в селе Дивеево создана парковка на 700 машин и мест. Введены в эксплуатацию юго-восточные и северо-восточные обходы села Дивеева. Завершено строительство южного обхода «Арзамаса», что позволило вывести транспорт полностью за пределы исторического центра. При поддержке правительства проводим расширение до четырёх полос дороги федерального значения Р-158, которая соединяет «Арзамас» с нижним. Интенсивность движения здесь вырастет более чем в два раза. Также уделяем большое внимание развитию туристической инфраструктуры и объектов показа. В частности, в преддверии открытия М-12 была комплексно благоустроена Соборная площадь и исторические улицы «Арзамаса». Проводим реконструкцию храмов, фасадов, исторических зданий, объектов культурного наследия и других объектов показа. Владимир Владимирович, вы там были в сентябре прошлого года в «Арзамасе», имели возможность оценить проделанную работу. Её эффективность подтверждается существенным ростом турпотока, который мы видим и наблюдаем. В текущем году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Министерства экономического развития Дмитрия Николаевича Чернышенко внедряем туристский код центру города. Уже такая работа была проведена по Нижнему Новгороду и Городцу. Сейчас вот занимаемся «Арзамасом». Особый акцент делаем на создании туристской навигации, сервисных центров и санитарных модулей. В Дивеево открыли комфортную прогулочную зону на набережной реки Викчинза. Продолжаем работу по восстановлению исторического облика Дивеевской обители, формируем проекты развития гостиничной инфраструктуры. Вообще на примере кластера для дальнейшего развития автотуризма и туризма вообще целесообразно рассмотреть возможность поддержки муниципальных образований на развитии объектов показа. Также у нас один из приоритетных турмаршрутов и тоже связанный с М-12 является село Большое Болдин. Это родовое имение Александра Сергеевича Пушкина, с которым связан один из самых плодотворных периодов творчества поэта «Болдинская осень». В рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина также выполнен комплекс мероприятий, реконструирован музей-заповедник, проведено благоустройство центральной части села, реконструкция социально-культурных учреждений, сделан ремонт автомобильных дорог, установлена туристическая навигация. Для системного понимания общего подхода к автотуризму можно как пример взять проект «Болдинское кольцо». Мы разработали и утвердили четыре автомобильных туристических маршрута по местам, связанным с жизнью поэта. Запланирована насыщенная событийная программа и ключевые праздничные мероприятия, надо отметить, пройдут в Нижегородской области послезавтра уже, 6 июня. У нас этот, собственно, день приближается. Для автолюбителей информация об основных туристически привлекательных направлениях области будет представлена на многофункциональных зонах трассы М-12. В избежание очередей в пиковые даты очень важно ускорить работу по формированию таких многофункциональных зон и распространить эту практику на основные федеральные и региональные трассы. Задача региона при этом – это создание сервисных зон, заправочных станций с пунктами общественного питания, санитарными модулями и площадок для отдыха. Кроме того, на автодорогах необходимо предусмотреть установку туристических указателей в едином фирменном стиле, в том числе и увеличение количества указателей на федеральных трассах, в частности, и на М-12. Тоже на это хотел обратить внимание. В рамках информационной поддержки необходимо продвижение идей автопутешествий по России через культуру, кинематограф, шоу, а также использование возможностей ОНО «Института развития интернета». Также предлагаем уже по теме, которая сейчас обсуждалась, связанной с подвижным составом, предусмотреть поддержку производителей автодомов, то есть не только туристических автобусов, но и автодомов, с возможностью их приобретения по программе льготного лизинга. В Нижнем Новгороде создание автодомов опробовано на базе шасси «Газель». В случае поддержки этой программы тоже готовы выступить пилотным регионом. Оркестровка мер федеральной и региональной поддержки поможет создать туристические автомаршруты с высоким уровнем сервиса, существенно увеличив долю туризма в экономике региона, но и страны в целом. Просим поддержать. Владимир Владимирович, спасибо за внимание. Хорошо. Спасибо большое. У ОНФ есть какие-то замечания или предложения к сегодняшней теме? Да. Уважаемый Владимир Владимирович, мы к сегодняшнему совещанию провели опрос полторы тысячи автотуристов, еще 600 экспертов. Половина опрошенных считает, что есть действительно необходимость в определенном улучшении автомобильной инфраструктуры для автотуризма. Есть блок проблем, связанных с инфраструктурой федеральных трасс. Первая проблема – это содержание парковок. Например, на трассе М5 «Урал» с Чулебинска на Уфу есть стоянки с хорошим покрытием, сервисом, а инфраструктура плохо обслуживается. Не вывозится мусор, баки переполнены, не убираются туалеты, жалуются нам люди. Вторая проблема – сохраняются участки, где у нас редкие автозаправочные станции. Это М12 от Мурома до Арзамаса. Есть очереди по дороге от Санкт-Петербурга в сторону Москвы в Твери. Есть проблемы на участке от города Петрозаводска в сторону Мурманска. Есть проблемы с дизельным топливом. 39% респондентов отмечают, что хотелось бы иметь больше карманов, где можно было бы останавливаться и отдыхать. Это главный ответ на вопрос, что хотелось бы доработать. 74% респондентов жалуются на сбои мобильной связи. О мобильной связи – это, наверное, вопрос номер один. Действительно, люди просят, чтобы тем более все пользуются навигаторами. У нас поступают обращения о некачественных участках дорог, значимых для автотуристов. М6 «Каспий» перед Тамбовом, ямы выбоины Барнаул-Павловск, ведущая к природным достопримечательностям. Соленые озера на границе с Казахстаном, очень популярная дорога. Там 47 километров щебеночного покрытия. Ижеск, Сарапул, подрядчик проводил работу и сейчас прекратил это делать. Ну и последняя проблема, о которой хотелось бы сказать – это сложность проезда к местам туристского притяжения. Как раз зона ответственности региональных органов власти. Вот, например, Каповая пещера в республике Башкортостан, где находится Петроглев и возрастом более 10 тысяч лет. Тукогравийная дорога. К Сайно-Шушенскому водохранилищу, к самой ГРЭС есть подъезд, а там, где люди любят отдыхать, там тукогравийка. До популярной у туристов местности Кривоборья на побережье Дона в Воронежской области. Это всего лишь 3 километра от М4. Есть смотровая площадка, тоже тукогравийная дорога. То есть, кажется, что очень важно уделять особое внимание именно вот этой последней миле, последнему участку, где люди могли бы доехать до туристических мест отдыха. Доклад закончен. Хорошо, ладно, спасибо. Вот, уважаемые коллеги, на что хотел бы обратить внимание. Здесь в перечне поручений, в проекте перечня поручений, есть некоторые вещи, которые требуют, конечно, внимательной очень проработки. В частности, в качестве источников развития туристической инфраструктуры, например, указаны списанные задолженности по бюджетным кредитам или части инфраструктурных бюджетных кредитов, которые предоставляются на развитие, должны предоставляться на развитие соответствующей инфраструктуры. В этой связи у меня вопросы и к министру финансов, и к Маратушу Казяновичу. Вот эти вопросы проработаны, эти источники считаются возможными для реализации тех целей, которые мы сегодня обсуждаем. Антон Георгиевич. Да, Дмитрий Иванович, мы прорабатываем этот вопрос. Извините, пожалуйста, связанные с субсидиями и так далее. Да, да, я понял. По списанию кредитов и новым инфраструктурным бюджетным кредитам. В соответствии с посланием к Федеральному собранию Вы дали поручение о том, чтобы кредиты, которые есть у субъектов, которые должны быть возвращены в федеральный бюджет, списать при направлении на новые инвестиционные инфраструктурные проекты. Поэтому туристическая инфраструктура, на наш взгляд, вполне подходит под это и создаст новые рабочие места, новые налоги, и это то, что нужно как раз для развития региона. То же самое по новым инфраструктурным бюджетным кредитам. Тоже считаем, что главное, чтобы они вкладывались туда, где развивалась бы экономика и создавались новые ресурсы для развития региона, ну и потом, конечно, для возврата этих кредитов. Поэтому мы это предложение поддерживаем. По другим предложениям, которые здесь вот в проекте поручения, мне кажется, тоже нужно еще посмотреть по работе. Здесь такие достаточно жесткие формулировки обеспечить, включить и так далее. Хотя мне кажется, что много очень сфер, о которых вот говорил и Максим Геннадьевич в проекте поручения, которые по силу бизнеса. Это чистый бизнес проекта, это придорожная инфраструктура, кафе, там модульная всякая гостиница, дорожные сервисы. Как правило, государство строит дорогу, а вокруг дороги уже жизнь начинает, так сказать, возобновляться. И поэтому мне казалось, что при тех мерах поддержки, которые у нас есть, по поддержке туризма, по поддержке инфраструктуры, нацпроект сейчас вот будем, так сказать, расписывать по конкретным мероприятиям. Бизнес с поддержкой государства вполне, мне кажется, должен и может справиться с теми задачами, которые сегодня вы поставили. Спасибо. Хорошо, Марат Шевизович, нужно учесть, что вот эти источники, о которых мы говорим, да, чтобы они имели отношение и к туристической инфраструктуре, а не только там, скажем, коммунальной. Владимир Владимирович, мы поддерживаем все предложения. У нас договоренность такая, что у нас 50% регионов принимает решение об использовании этих мер на коммунальную инфраструктуру, а остальные 50% они могут использовать, в том числе и на развитие туристической инфраструктуры. Считаем, что с учетом, что у нас М11, М4 и М12 уже раскрученные действующие проекты, это будет иметь огромный синергетический эффект и для развития транспортного отрасли, и для развития регионов, и для развития туризма. Есть вопросы, связанные с деньгами по М4, по М8 Холмогоры, она у нас неполным рублем обеспечена, ее расширение. Мы с Росавтодором, с Романом Владимировичем еще доработаем, там есть возможности как ДОП, есть потребность как ДОП финансировать, так и необходимость сдвижки влево с ряда дополнительных средств. И плюс при составлении новой программы безопасной качественной дороги в составе проекта инфраструктуры для жизни, мы максимально учтем то, что вы поручали нам посмотреть все подъездные дороги, вот конкретно, например, на М11 по трассе Москва-Санкт-Петербург, мы уже учли ваши замечания и в проект его включили. Это съезд с М11 будет сделан. Поэтому, Владимир Владимирович, все учтем, тема очень нужна, мы поддерживаем. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Я хочу поблагодарить всех, кто готовил сегодняшнее наше заседание. Это важное направление нашей совместной работы, и чем больше туристов будет у нас пользоваться этими услугами, тем лучше в конечном итоге, и не только для людей, потому что для них это все делается, но и для экономики деньги-то здесь будут оставаться, в нашей стране. Поэтому прошу поработать над окончательной редакцией проекта поручений. Это касается и промышленного производства, прежде всего автомобильной техники, автобусов и так далее. Есть над чем поработать, над улучшением и совершенствованием нормативной базы и так далее. Давайте не будем затягивать, только в ближайшее время эту работу прошу завершить. На этом мы эту часть и вообще наше совещание заканчиваем. Но, тем не менее, у меня есть один вопрос, который не относится к теме развития туризма. Речь идёт о совещании, которое мы проводили с некоторыми коллегами недавно в Королёве. Речь о развитии ОПК. Мы договорились о том, что и в этом случае должны быть подготовлены к проекту поручений. Я знаю, что коллеги работали напряжённо вот все эти дни. Прошу завершить эту работу. Речь идёт о первоочередных задачах ОПК, об объёмах производства наиболее востребованной продукции военного назначения и, конечно, о рентабельности производства. Я прошу мантуру Дениса Валентиновича, как первого заместителя председателя правительства, министра промышленного развития, министра обороны, министра финансов, администрацию президента, как можно быстрее эту работу завершить. Прошу сделать это завтра. Мы практически с коллегами уже сегодня в течение дня этот вопрос обсуждали. Ну, достаточно, мне кажется, пообсуждали, надо завершать эту работу. И здесь тянуть не нужно. Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Миноборону соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета Безопасности. Я прошу это иметь в виду. И ещё раз повторю, завтра прошу эту работу завершить. Спасибо большое ещё раз всем тем, кто готовил сегодняшнюю тему. И прошу подготовить проекты поручения как можно быстрее. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok